Благословение Господне Благословение Господне Силой дьявольской было явлено вот в этом несчастном Зло это всегда безобразие Это потеря образа Это отсутствие красоты Это все то, что противоположно правде, красоте и добру И вот в этом несчастном бесноватом все это было проявлено максимально Таким образом, что людьми этот несчастный воспринимался как ненормальный Как человек, лишенный разума Лишенный человеческого образа И это действительно так и есть И поучительность этой истории с бесноватым Заключается в том, что в его образе является подлинный лик Греха и дьявольской силы Потому что грех всегда рядится в одежду праведности Или, по крайней мере, в одежду благопристойности Редко, когда грех открыто говорит о том, что он грех Правда, в новейшее время Это стало все чаще и чаще иметь место в человеческом общежитии Потому что грех ведь безобразие А безобразного человек сторонится Стыдится Но когда проходит стыд Тогда человек не останавливается перед тем Чтобы проявлять всю свою внутреннюю страшную сущность Сегодняшнее повествование о бесноватом Дает нам представление о том Что же такое по-настоящему зло Которое владевает человека Все маски сброшены Нет смысла надевать маску Чтобы под видом добродетели скрывать зло Зло проявило в этой истории Себя полностью таковым, каким оно является Подобно тому Как тот самый страшный бесноватый Потерял всяческий человеческий образ Как часто люди, которые нас окружают А может быть в какой-то жизни и мы Стеряем человеческий образ тогда, когда слишком Зло начинает иметь большую власть над нами Итак, зло Это страшное лицо бесноватого Вот подлинное лицо зла А все остальное личины Ну вот теперь самый, может быть, важный вопрос И главный вопрос Ведь дьявол есть источник зла Но он также и отец лжи И ложь очень тесно связана со злом Большинство того, что мы называем злом в нашем мире Проистекает от лжи И это не случайно, потому что дьявол есть отец лжи Но, наверное, никто бы не поверил и не пошел бы за дьяволом Если бы эта ложь была очевидной И вот Иоанну, преподобному Синайскому Принадлежат такие слова Что дьявол во лжи всегда растворяет частицу правды А почему так? А потому что только так человек поверит лжи Вот это дьявольское поступь Это дьявольское стремление Прикрываясь чем-то благовидным Иногда даже правдивым Завлечь человека в стихию лжи И является самым опасным проявлением зла в нашем мире Потому что через ложь является нам подлинный лик зла И начиная с простого Ложь охватывает все больше и большее пространство человеческого бытия И, наконец, превращает жизнь людей в ад Мы знаем, как сейчас распространяется и распространена ложь Вообще, вся эта эпоха Которую мы называем на философском языке Эпохой модерна, то есть современная эпоха Она отличается тем, что стираются границы между добром и злом И мы сталкиваемся с этим смешением правды и лжи И в быту И во многих других обстоятельствах жизни И на разных уровнях человеческого общежития Как много сегодня говорится неправды В отношении международных дел Как зло выдается за добро, а добро за зло Постоянно возникают опасности Что люди поверят этой лжи Поверят этой неправде Примут дьявола за ангела свет Ну а как же Не поддаваться на все эти искушения И в большом, и в малом И в мировой политике И в общественной жизни И в личной жизни Как побороть Это тотальное влияние лжи на человека Как не заразиться этой страшной болезнью Святой преподобный Иоанн В своей лестнице В которой он излагает путь И последовательность Духовного восхождения человека От греха к святости Начинает свое повествование О том Какое значение В жизни человек имеет вера Да, действительно И не только Иоанн Синайский Большинство святых отцов Говорят В полном согласии Друг с другом Повторяя Известные слова Без веры Невозможно угодить Богу Вера в Господа Дает нам Способность Различать добро и зло Вера в Господа Дает нам силы Сопротивляться злу И вера в Господа Дает нам силы Восходить По ступеням Духовного совершенства Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Сегодняшнее евангельское чтение Посвящено очень важной теме Первенству Власти И вот мы находим Такие слова Господа Кто хочет быть большим Между вами Да будет всем слугой А кто хочет быть первым Страшные слова Да будет всем рабом А что это означает? А это означает Что слова Спасителя Раскрывают Подлинный смысл того Чем должна быть Человеческая власть И первенство Между людьми И чем выше И значительнее Власть Тем большие Обязанности И ответственность Этими словами Возлагает Господь Ведь что такое слуга? Это тот Кто для другого Живет и работает Но у него еще Конечно есть Какое-то время Для себя Он отработал Отслужил Пришел домой А там он более-менее Свободный А вот уж Если хочешь быть Совсем большим То ты должен Стать для всех Рабом Это значит Даже и домой Придя Ты не имеешь Права Освободиться От той Огромной Ответственности На которой тебя Господь призвал И всех тех Обязанностей Которые Господь На тебя возложил Чем больше И выше Человек поднимается По лестнице Власти Тем Большая Ответственность А если Большая Ответственность То у человека Суживается Пространство Всего Что касается Его личности Сокращается Пространство Личной жизни Интересов Свободного Время Препровождения Получение Удовольствий Все Это Поглощается Этими Поразительными Словами Спасителя Будь Как Раб То есть Ни свободы У тебя Ни свободного Времени Никаких Удовольствий Ты Весь Должен Отдать Себя Тому Служению Которому Тебя Бог Призвал И Только Тогда Будет Нравственно И Духовно Оправдана Твоя Власть Над Другими Людьми И Более Того Только Тогда И Люди Будут Воспринимать Твое Участие Во Власти С Уважением И С Благодарностью И С Послушанием Сегодняшнее Евангельское Чтение По крайней Мере Вот эти Отрывки Которые Я Сейчас Процитировал Надо Было Чтобы Все Начальники У себя Бо Повесили Либо Над Кроватью Либо Поставили На Письменный Стол И Подумали Бо О том Что Это Ведь Не Человеческие Слова Быть Слугой И Быть Рабом Это Божьи Слова И Только Так Человек Во Власти Оправдывается Перед Богом И Становится Авторитетом И Любимым Лидером Для Народа Эти Слова Имеют Отношение Не только К тем Кто Во Власти Под Властью Мы Понимаем Действительно Руководство Значительными Коллективами Людей Но Ведь То То И То Муз Женой Они Должны Понимать Что Тот Кто Одерживает Победу И Действительно Становится Первым Несет Всю Ответственность За Семью За То Дело Которое Он Решил Возглавить Власть в семье – это не тот, кто переговорит другого, и не тот, кто громче кричит на кухне, и не тот, кто может кулаком стукнуть посту. Власть в семье – это в первую очередь отдача себя, того, кто эту власть имеет, полная отдача себя, во благо мужа или жены, детей и всех тех, кто в семье. Вот если именно таким образом мы будем воспринимать власть как служение, даже как рабство во благо других людей, то тогда резко сократится количество карьеристов, потому что человек, стремящийся только подниматься по служебной лестнице, он неблагонадежен для Царствия Небесного. Пусть сегодняшнее евангельское чтение вразумит и успокоит всех тех, кто стремится к большей власти, и особенно если вот одномоментно этой власти не обретает. Успокойтесь, мои братья и сестры, подумайте, и подумайте о сегодняшних словах Господа и Спасителя, и, может быть, не будет уж такой невероятной ревности о том, чтобы вступить еще на одну ступень, которая будет возвышать вас над окружающими. Может быть, в том числе и от правильного понимания власти зависит единство народа. Дай Бог, чтобы это единство в нашем народе постоянно укреплялось, и чтобы власть, в том числе и в нашей стране, всегда помнила о тех великих словах, которые сегодня Господь всем нам сказал через свое евангельское повествование. Аминь. С воскресным днем. С воскресным днем.